В сентябре строительство проектно-кострукторского технологического бюро Савалмаш шло динамичными темпами. Здание нужно успеть подготовить к наступлению холодов. Строители осуществили важнейшую задачу – закрыли тепловой контур за исключением шлюза, который будет завершен в ближайшее время. Был выполнен монтаж всех окон, дверей и ворот. Утеплены вентиляционные решетки и вентиляционные шахты, расположенные на территории лестничных маршей. Весь месяц проводились и продолжаются бетонные работы, в частности заливка пола на первом этаже. На ранее выполненную подбетонку была нанесена гидроизоляция, на нее залит защитный слой, после чего выполнено двуслойное армирование. Затем строители залили следующий слой бетона и выполнили финишное покрытие на части карт. Другая часть карт готовится под укладку плитки. Регулярно проводится контроль температуру отлитого бетона. Прочность бетона превышает проектные величины. После заливки чистового напольного покрытия в здании установят теплотехническое оборудование, смонтируют трансформаторы и начнут монтировать оборудование узла водоснабжения. По периметру промышленного корпуса в технических помещениях смонтированы и подключены электрические тепловентиляторы на случай понижения уличной температуры. Смонтированы основные межкомнатные перегородки на третьем этаже. Высокие темпы строительства поддерживаются благодаря поступлению финансирования, принятым административным мерам, профессионализму команды Сывалмаш и строителей. Главная задача инвесторов сейчас – оплачивать свои рассрочки по графику, чтобы по КТБ было достроено вовремя, а бонусные доли, предусмотренные за платежную дисциплину, были получены. С 21 по 23 сентября в рамках Российской недели общественного транспорта в Москве прошла выставка «Электротранс». Компания Сывалмаш представила на ней двигатели и конечные изделия, в которых применяется технология совмещенных обмоток «Славянка». Среди них – электромотоцикл Denzel Liberty S от компании ISPP Weihai с двигателем DA95S, модернизированным по технологии «Славянка», который выпускается серийно в Китае. Безредукторные лифтовые лебедки, тяговые и общепромышленные двигатели, лодочный мотор, электроприводы для ручного электроинструмента и многое другое. Компания ISPP Weihai совместно с одним из крупнейших производителей легких алюминиевых лодок в Китае запустили новый проект солнечных электролодок, в которых будут применяться электродвигатели с совмещенными обмотками «Славянка». Цель проекта – производство электрических лодок, которые будут работать на солнечной энергии, без подзарядки от сети. Подобные транспортные средства с двигателями на «Славянке» и солнечными панелями уже работают в Таиланде, в популярном туристическом районе Бангкока. Проект реализуется при Интернациональном Центре кооперации, поддержке правительства города Weihai, университетов Циндао и Бангкока. В Китае стартовало серийное производство электромотоцикла типа «Cafe Racer» с двигателем на «Славянке» DA95S от компании ISPP Weihai. Благодаря преимуществам двигателя на «Славянке», электробайк развивает максимальную скорость 120 км в час и способен проехать без подзарядки 150 км – то, что нужно для мотоциклов этого гоночного класса. Руководителя компании ISPP Weihai и партнера компании Savalmash Виктора Арестова наградили Вайхайской премии «Дружбы» 2022 года. Она присуждается зарубежным специалистам и командам, которые работают на территории Китая и применяют передовые технологии. Состоялся форум и специальная сессия для зарубежных инженеров, серия мероприятий по установке контактов для сотрудничества в провинции Шаньдунь. На них присутствовали десятки компаний, которые используют электромоторы, в том числе электроинструмент. Официальные мероприятия такого уровня, признания и награды со стороны китайского правительства, прокладывают компании Виктора Арестова и компании Savalmash «Путь к будущим заказчикам и партнерам». В октябре компания Solar Group готовится провести офлайн-конференции в нескольких странах. 9 октября – во вьетнамском Ханое, 16 октября – в Хашимине, 22 октября – в индонезийской Сурабае. Индонезия и Вьетнам входят в пятерку стран по объему инвестиций в проект. Для жителей этих стран конференции станут отличной возможностью лично пообщаться с руководством компании Solar Group и узнать последние новости о развитии проекта. Это первое мероприятие из череды конференций, которые запланированы до конца года.